Закончила один влог, начала другой. Всем привет! Ребят, на улице февраль месяц, но ощущение как будто бы весна. Это с одной стороны радует, с другой стороны очень сильно расстраивает. Глобальное потепление как-никак. Ладно. Мы в принципе максимально можем постараться сделать так, чтобы наша планета не погибала. Но это тема, наверное, отдельного видео. Я хочу вам просто кое-что показать. И это люди. Но я не знаю, сложно назвать это людьми. Неужели за собой нельзя убрать? Ладно. Убираем поучительную штуку. Я думаю, что каждый сделал для себя выводы. А мы едем с ней как к стоматологу. И дома я вам покажу. У меня в машине чемодан. Очень крутой, очень красивый. И я расскажу, куда я полечу. И почему именно этот чемодан. Так что оставайтесь со мной. Остановились мы с Никой. Просто проезжали мимо леса. И очень красиво сквозь деревья солнышко светило. И остановились пофоткаться. И тут надо было перебежать через дорогу. А я еще захотела фотографию на дороге. И как бы ждали, пока не будет автомобилей. И так смешно было. Ника меня снимала. Говорит, убегай! Убегай! Сейчас я вам покажу. Убегай! Стой там! Да что, я уже четыре раза перебежала. Пока там машина едет. Ну и мусор, чистота и порядок. Люди такие порядочные у нас в стране. Я включилась. Ребят, тут такая ситуация. Было в прямом эфире. И вы говорите, когда будет встреча, когда будет встреча, когда будет встреча. И мы тут с девочками в инстаграме решили, что надо встречаться. И скорее всего, что это будет март. Поэтому, кого нет в инстаграме, если хотите, подпишитесь. Если нет, то пишите в комментариях в марте, в какое число, в Киеве, в каком месте, в какое время. Удобно. Потому что с девочками мы разговаривали. И в основном было предложение, что это без детей, не с утра, а вечером за бокалом, например, шампанское. Посидеть и как подружке поговорить. Я в принципе за. Такая идея мне даже больше нравится, если честно. Я оставлю машину, и я думаю, будет весело. Поэтому, если вдруг вы из Киева или планируете быть в Киеве в марте, то пишите в комментарии. И пишите в комментарии тех, кто действительно хотел бы попасть ко мне на встречу. Чтобы я понимала количество людей. И, ну, в принципе, это не будет что-то такое. Это будет просто как, просто встреча, как, знаете, как с подружками. Когда они договариваются встретиться. И вот так. Как-то так. Потому что я не особо, если честно, как бы хотела. Потому что у меня пару лет назад была встреча. Не пару, три года назад, наверное. После которой я, ну, я как заболела, да, эмоционально. Я столько отдала энергии, что несколько дней просто лежала пластом, и мне было дико плохо. После этого я боюсь. Вот. Поэтому мне, как бы, ну, я почему? Не потому что, как бы, вы у меня ее забрали. Нет. А потому что я настолько хотела, чтобы всем все понравилось. Я там замутила. Короче, целая была история. Есть, кстати, видео на эту тему. Да. Как эта встреча проходила. Был оператор. В общем, я заморочилась вообще жестко. Поэтому я больше так не хочу. Если мы будем встречаться, то это будет просто как-то так лайтово. Вот. Рассказала. Это будет в марте. То есть, в марте тут уже, в принципе, вот. Всего ничего. Единственное, что с 13 по 15 меня не будет в Украине. То есть, эти дни выключаем. И хотела сразу вам показать, кто автомобилист. Я еще не попробовала, но вот. Это автопарфюм. Сейчас я в инстаграм еще покажу. Он с, не просто, знаете, как, ну, женские ароматы. Я выбрала, по-моему, Шанель Мадемуазель. Да. Вот. Сейчас, сейчас разберусь. Ой, он такой красивенький тут. Ой, масляный, слушайте. Ну, значит, будет здорово. А тут плавают кристаллички. Не видно, да, отсвечивает. Я внизу оставлю ссылочку. Это через инстаграм заказала у ребят. Потому что хочется, чтобы в машине вкусно пахло. Сейчас будет весна. И солнышко когда пригревает. О, тогда вообще. Мне просто не нравятся вот эти вот пахучки, которые стандартные продаются. Мне. Я обычно в машине могу набрызгаться, и она классно пахнет. Но вот такая вот штука, я думаю, будет тоже классная. Просто отзывы читала, что здорово. И покажу чемодан. Ко мне приехал чемодан и сумка. Я уже, да, сказала, проговорила, что я собираюсь уезжать на несколько дней. Это тур выходного дня с подругой. Куда? Я вам тоже потом расскажу. И это, знаете, как было. Заня подруга говорит, ай, давай куда-то уедем. Я говорю, куда она? Ну, не знаю. Ну, я посмотрю билеты. Я говорю, ну, давай. И как бы она дала несколько предложений. Я как бы говорю, давай или вот сюда, или вот сюда. Ну, давай. И вот мы вот так вот собрались и едем. Билеты куплены. Отель забронирован. Вот так вот. Это, мне кажется, самый лучший отдых, когда происходит вот так вот спонтанно. Все, оставайтесь со мной, оставайтесь, оставайтесь. Я только что была на лазере. Лазер 22. Моим девочкам была скидка минус 30%. Но тот, кто был подписан в инстаграме, тот в курсе. Опять же, инстаграм. Почему я вас всех зову в инстаграм? Почему? Потому что я там все время. И там много полезного, и скидки там, и так далее. Купила только что витамин D. Зашла пообедала, у меня было время. 610 гривен. Блин, дороговато, но вроде бы неплохой. Какой-то центру 21. Кто знает, что это за препарат, мне в аптеке порекомендовали. Потому что я позвонила там врачу своему. Говорю, я не могу, я хочу спать. Все время говорю, я ложусь отдыхать до 12. Утром я не могу продрать глаза. Говорит, нехватка витамина D, скорее всего. Поэтому возьми и пей. Вместе с омегой. Омега у меня есть, а вот витамина D нет. Я сейчас как раз поела, и думаю, надо выпить. Мне дико болит голова. Таблетка не помогает. Я выпила темплгин. Не знаю. Быстрее бы уже весна. Вот этот период. Ой, боже, какой он маленький тут. Такой капусечек, смотрите. Такой смешной этот витамин D. Он на омегу похож, только на маленькую. Тут 250 капсул. Я сейчас еду на ногти, потому что у меня автоген. Съемка автогена и ногти надо, чтобы были в порядке. Я когда плохо себя чувствую, сразу по внешнему виду и это видно. Говорить аж сложно. Приехала на открытие карауди-клуба. Я забыла, как активация. Победа еще не была. Пью только я. Аня закусывает. И, ребята, третий танк это черный демон. Звезда балета. Да, есть. Спасибо. Это Демидушка. Он пришел смотреть на свою новую кровать с дымоходом. Говорит, что нравится. Это весь дом. Вот это все поклассите к фуку. Хорошо. Вот смотри. А потом, через год, тебе, например, разонравится человек-паук. И что, опять делать ремонт? Нет, мне не разонравится. А вдруг разонравится тогда что? Нет, будет не нравится. Ну, я бы такая, что я бы не делала. Нет. В комнату в человеке-пауке. Нет, я хочу в комнату в человеке-пауке. О, Боже. Пообещай. Нет, не могу такое пообещать. Почему? Потому что я не могу такое пообещать, Демушка. Почему? Я же хотела. То это все у этих пауки, а ты не разрешаешь. Хорошо. А как я сделаю тебе в человеке-пауке? Стены красятся. А как? Есть такая краска человек-паук? Демид. Вот как с ними бороться. Ника хочет кого-то в стиле бохо. Дема хочет кого-то в человеке-пауке. Да, ну, блин. Я хотела дома своей мечты в минимализме. О, Боже. По поводу домика. Здесь можно все в гирлянды. Вот, поедем в Юск и все купим. Эта кровать у Насти в студии стояла. Сейчас она меняет, получается, локацию. Ну, как бы, будет другой интерьер. И, как бы, кровать уже не нужна. Поэтому она начала ее продавать. Я увидела и решила, что Демиду такая кровать не помешает. Поспит в ней несколько лет и потом поменяю. Думаю покрасить ее в белый цвет. Потому что у него вся детская будет белая. И у него, кстати, тоже домик. У него шкаф в виде домика тоже с крышей. И это с крышей. Поэтому прикольно. Очень прикольно. Вот. Купила недорого. Поэтому, ну, как бы, очень довольна такой покупкой. Эта кровать делалась на заказ. Вот. Я думаю, что Демиду здесь будет прикольно. Ну, вот, наконец-то. Это две большие коробки с чемоданом и сумкой. Только я не могу понять. Там сумка небольшая. Почему две одинаковые такие большие коробки? Фирмы вы уже видите. Я внизу оставлю инстаграм, где я заказала. Вот. И сейчас посмотрим на качество. Потому что, когда мы были в Европе с молодым человеком, я увидела этот магазин. И мы зашли. И я эту сумку, ну, как бы, пощупала. Ну, то есть, на сайте гораздо дешевле. Поэтому сейчас я просто сравню. Потому что это официалы. Вот. Но я не могу понять, почему такая разница. Почему в Европе дороже. Хотя, по факту, в Европе всегда все дешевле. Ну, в общем, сейчас глянем. Сейчас открываю и говорю. Ух ты, какой ты красавчик. Ника, столь это кричит. Подожди, подожди. Я тоже хочу посмотреть. Достаю из коробки. Класс. Вот он. Ну, такой для ручной кладицы, знаю. Не каждая авиакомпания, наверное, там надо смотреть. Мы летим в Мау. Надо посмотреть там габарит ручной кладицы. Ну, такой красивый. У него такой жемчужный цвет. Вот. Вау. Вау. Класс. Сейчас я покажу поближе. Вот, смотрите. Фурнитура какая. Замочек можно повесить. Так. И цена его... Ну, в принципе, можете зайти глянуть. Мне с чеком все пришло. Я специально такой выбрала, чтобы он, например, такой... Потому что чемоданы я не всегда как бы пакую, да? И выходит, что их бьют. Не жалко. Поэтому я выбрала специально такой, чтобы на нем не было видно, может быть, каких-то там сколов, да? Или цератин. Потому что на темных очень хорошо видно. Вот мне молодой человек подарил чемодан. Правда, большой. Для путешествий. Сразу обозначил. Будем ездить. Вот. Он синего цвета. И на нем... Ну, как бы видно вот все вот эти вот, знаете, как, ну, такие церапины где-то там с чёс. И это не прикольно. А на белом не так, мне кажется, будет видно. У кого белый чемодан, пишите в комментариях. И очень важно, для меня очень важно, я сразу определяю качество чемодана. Оставь цветы в покое. Жопа. Ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Он, видите, что творит? Ты, капуха. Я сразу определяю качество чемодана по колесикам. Колесики должны быть с прорезиненной вот этой вот основой. Жопа. Хочет играть о кошку. Вон, видите, операция сделали. Заживает. Заживает, заживает, малышка. Вот так вот, да. Ну, это в предыдущих видео я вам показывала. Её стерилизовали. Так вот, прорезиненная основа должна быть для того, чтобы она вот это не делала. И чемодан очень мягенько и хорошо ехал. Буквально, чтобы его можно было не тянуть за собой, а, получается, за ручку подняли. Вот. И вот так вот катите. Ой, класс. Слушайте, такой хорошенький чемоданчик. Такой симпотный. Вот так покажу. Вот. Красавчик. Класс. Довольно. Но мне кажется, не для ручной клади он побольше, чем ручная кладь. Я, по-моему, осталась без чемодана. Мне подруга сказала, что у неё есть чемодан ещё один. Она с мужем тоже часто путешествует. И говорит, что одолжит у неё. Клёпка. Бедные цветы. Меня мама убьёт, если с цветами что-то случится. Ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Клёпа. Клёпа. Ну-ну-ну. Ай-яй-яй. Ну, что ты за девка такая противная, а? Класс. Я так довольна, девчонки. У-у-у-у. Супер. На распаковку. Проснулась. Ника. Точно такое же? Э-э-э. В смысле? Как так? Мне, наверное. Подожди, я сумку заказывала. Там ошибка какая-то. Ого. Нет, аккуратно. Сломай, так не надо. Что такое? Как такое может быть? Как? Я же заказывала сумку. Два чемодана прислали. Так, ну. Надо звонить. Вот это вот смехота. Ну, тут как бы. Ну, как бы. Заказ на один чемодан. А по факту два. Волшебство. Ну, это бонус. Это подарок на 8 марта. В общем, ладно. Буду созваниваться, узнавать, чем дело. Наверное, перепутали. Вот это вот моя Ника. Это вот во всем всегда. Что-то взяла и на место не положила. Никогда. Вот, понимаете? Ну, мы же у тебя одна такая уникальная. Ну, блин. Ну, не. Ну, так нельзя. Ну, я ж не. Я заколебалась ходить, блин. За вами складывать. Девочки, сняла с чемодана. Кто знает расшифровку? Типа стопроцентный, наверное, какой-то материал. Это типа замочек. Так. Это высшего качества. Так. А это водонепринцаемый? Ну, да. Типа какой-то неводонепринцаемый. Ну, какой-то там непринцаемый. В общем, пошла гуглить. Ну, если знаете, напишите в комментарии. Ну, звукосниматели, они же улавливают колебания струны и передают звук на комбик. Комбик это вот этот вот колумбик. Капец. Самое интересное, я вчера это случайно заметила вообще. У Ники есть электрогитара и есть обычная гитара, на которой научилась играть. Сейчас я вам ставлю, как она играет на обычной. За сколько ты эту песню выучила? Какую? Ну, за день. За день. Я в шоке. Я мама и я в шоке с этого ребенка. Точно за комплимент. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 «Ань, ну ты же свои видео. Везде ты в видео, ну как бы, ты другая». Я говорю, потому что у меня нет текста заготовленного. Любое мое видео — это импровизация. Импровизирую. Я говорю, я не могу. То есть я всегда на канале могу, а на камеру именно по теме, которая надо, ну это, конечно, автомобильная тема или тема гаджетов, не могу. Это просто какой-то капец. Мы сейчас с Доминикой едем. Сейчас воскресенье. Завтра это видео выйдет на канал. мы сейчас едем за подарком у молодого человека день рождения и хочу купить ну я как бы уже купила но в общем кое-что еще надо плюс торт заказала и потом надо купить продукты я вы думал влог снимать не снимать аника попросилась со мной хотим в кино пойти вот и надо забрать темку с дня рождения сегодня на дне рождения в общем такие вот дела скажите мне что еще дополнительно снимать я снимала раньше видео как типа например аутфитов да как можно совместить теплую шапку спортивный костюм ботинки и например леопардовую шубу да можно можно но не все могут это делать потому что есть люди которые не любят ну как бы быть выделяться до быть яркими это мне это мне написали в инстаграм девчонки говорит мы бы хотели но я типа стесняюсь другая это не мое третье написала очень хочу но когда на меня смотрите я начинаю думать что во мне что-то не так вот поэтому тут тут даже тема отдельного видео ладно подписывайтесь на канал ставьте пальчики вверх очень приятно когда вы ставите пальчики вверх то вы пишите комментарии и до новых видео пока пока